Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск АЭС в студии Анна Пименова. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции и города за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Единая сплоченная команда друг за друга. Во время тренировок не все получалось, друг друга поддерживали. Ежегодное соревнование добровольных пожарных формирований. Даже мы не обращаясь к станции, они знают наши проблемы, всегда об этом помнят и предлагают помощь. Ремонт в детском саду «Дюймовочка». Всех вместе сближает это все, с внуками. Десятый юбилейный туристский слет ветеранов. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленск АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Информация по концерну. В работе 27 энергоблоков. Суммарная мощность 23 161 мегаватт. Суммарная выработка 119 221,750 миллионов киловатт-часов. Что более 100% к плану фаз. О техническом состоянии Смоленск АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе 2 энергоблока 1 и 2, суммарная мощность 1971 мегаватт, по блокам 984 на 987. Третий блок в среднем ремонте, с частичной заменой каналов и продлением срока эксплуатации. Выработка электроэнергии с начала августа составила 287 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 7 миллионов. С начала года выработано 11 миллиардов 965 миллионов киловатт-часов, сверх плана 596 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Добровольные пожарные формирования Смоленск АЭС и подрядных организаций показали отличный уровень подготовки на ежегодных соревнованиях, которые прошли 4 августа на территории пожароспасательной части номер 1. Добровольные пожарные формирования на Смоленск АЭС созданы в 1981 году. Ежегодные состязания позволяют оценить готовность боевых расчетов, действовать в экстремальной обстановке, а бойцам продемонстрировать свои навыки и умения. До приезда профессиональных пожарных при срабатывании пожаросигнализации или пожаротушения, люди идут туда и проверяют, есть возгорание или нет. Соответственно, они должны быть обучены, подготовлены, в том числе морально, к тому, чтобы применять первичные средства пожаротушения. И такие случаи у нас бывали, когда до приезда пожарных мы ликвидировали загорание, поэтому эти соревнования крайне важны с целью как раз отработки практических навыков и психологической подготовки персонала для таких необходимых действий. В этом году на площадке первой пожароспасательной части собрались 26 дружин. Из них 8 женских, но все наравне готовились к практическому экзамену. Тренировались, отрабатывали боевое развертывание, особое внимание уделяли безопасности, охране труда, использованию средств индивидуальной защиты. Исход состязаний решали секунды, умелое владение первичными средствами пожаротушения и уровень физической подготовки. Сразиться с огнем – полдела, до него нужно сначала добежать, преодолев двухметровое препятствие, а по пути еще надеть пожарное обмундирование и передать эстафету напарнику, который уже и будет тушить ручным огнетушителем, горящую в железной емкости жидкость. За ходом соревнований наблюдали профессиональные пожарные, пожароспасательные части номер один. Они высоко оценили подготовку атомщиков. Сегодня у нас прошли ежегодные соревнования среди добровольно-пожарных дружин Смоленской атомной электростанции, подрядных организаций. Персонал атомной станции показал высокие результаты в вводении профессии пожарного, умелые действия свои. То есть все прошло очень достойно. Среди мужчин на третьем месте команда реакторного цеха. Второе место у «Атомтранс». Лидеры соревнований – боевой расчет службы безопасности. Команда единая, сплоченная команда, друг за друга. Во время тренировок не все получалось, друг друга поддерживали. И коллектив могучий, единый, одно целое. Среди женщин первое место впервые в истории соревнований завоевала команда «Атомтранс». Две сотые секунды им иступили дебютанты соревнования команды «Безопасность». На третьем месте – «САЭР». В сентябре сборные Смоленск АЭС примут участие в соревнованиях боевых расчетов добровольных пожарных формирований концерна «Росэнергоатом» на Нововоронежской станции. 700 тысяч рублей направила Смоленск АЭС на решение проблем в детском саду «Дюймовочка» по программе «Любимый город». Четыре группы и помещения гладильные пострадали в свое время из-за протечи кровли и давно нуждались в ремонте, особенно санузлы. Сейчас уже работы в них подходят к завершению. Как и в других учреждениях, в нашем детском саду существуют некоторые проблемы, с которыми учреждение самостоятельно справиться не может. Мы очень благодарим нашу станцию о том, что даже мы не обращаясь к станции, они знают наши проблемы, всегда об этом помнят и предлагают помощь. Это помощь существенная, потому что в наше сложное время, когда финансовые проблемы не только у нас в городе, и на станции тоже есть проблемы, но, однако, станция не забывает и проблемы города. Практически полностью обновились группы номер 1 и 6. В игровых комнатах побелены потолки и окрашены стены. В санузлах установлена новая сантехника, постелен линолеум и наливные полы. Косметический ремонт произведен в туалетной комнате группы номер 9 и в гладильном помещении. Буквально на днях подрядная организация общества с ограниченной ответственностью «Радуга» обещает сдать в эксплуатацию группу номер 8. Здесь рабочие приводят в порядок детскую раздевалку, которая нуждалась в покраске, побелке и замене линолеума. 1 августа 10-й юбилейный туристский слет объединил более 120 ветеранов-атомщиков и их внуков на учебно-тренировочном комплексе «Скалодром». Спортивный праздник на природе организовал Совет ветеранов Смоленск-АЭС. Жаркий выдался денек. К счастью, в сосновом бару на берегу Десногорского водохранилища жара почти не ощущалась. А свежий воздух, веселое настроение и детский смех только добавили баллов в копилку здоровья участников туристского слета. В 2009 году в первый раз наши ветераны и их внуки собрались на этом месте, на скалодроме. Скалолазание было практически, входило в основные виды соревнований. Сейчас у нас немножко полегче. Наши пенсионеры повзрослели. Пенсионеры повзрослели и их внуки, и скоро будут иметь и своих детей. Но опять и опять мы будем собираться здесь, на этом месте. Все испытания были преодолены с удивительной легкостью и задором. Будь то параллельная переправа или футбол с элементами боулинга. Ловко попадали дротиками в мишень в дарце, изящно проходили веревочный лабиринт и показали класс выбивания битой фигурок в городках. Здесь одна из... Это когда ветераны, мы встречаемся, общаемся, разговариваем о том, что у нас было за год, что случилось, где, как, пообщались. А потом традиционно мы готовим плов, на котором мы уже поедаем этот плов, все это и прочее. И самое главное, мы видим, что мы еще, слава Богу, на ногах, мы еще шевелимся, мы еще бодренькие и улыбаемся. Раиса Шостак, приехавшая на турслет с внучкой Ариной, уверена, что такие встречи на природе сближают взрослых и молодежь. Несмотря на восьмилетний пенсионный стаж, ветеран не перестает вести насыщенную жизнь. Всех вместе сближает это все, с внуками. Когда вот, например, так вот общаешься, а вот когда сюда вот пришли, они такие довольные. Я смотрю на их лица, на внуков, мне очень даже приятно. Ане Орловой, которая приехала на скалодром с дедушкой и бабушкой, там очень понравилось, а особенно ходить по канату и бросать дротики. Самыми быстрыми и ловкими в юбилейной Олимпиаде среди ветеранов оказались Валентина Тужикова, Татьяна Андреева, Михаил Юрков, Виктор Щедров, Лидия Харина. Среди внуков лидировали Артем Громов, Настя Виноградова, Лера Карпинская, Андрей Оловягин и Илья Ковалец. Победители и призеры получили награды от ветеранской организации. Порадовал участников слета и вкуснейший подарок от Амира Волкова – настоящий узбекский плов. Уважаемые десногорцы и гости города, приглашаем вас принять участие в викторине «Атомный эрудит». Ищите на страницах газеты «Смоленский Атом» вопросы, правильно отвечайте на них и присылайте на электронный адрес smolatomsobakalist.ru или приносите в редакцию по адресу 3-й микрорайон, информационно-аналитический центр, здание бывшего детского сада «Золотой ключик», кабинет номер 2. Победители конкурсов будут поощрены наградами «Смоленск АЭС». Справки по телефону 698-68 и 744-42. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости «Смоленск АЭС». С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе «Смоленск АЭС» в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok